Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Денис Шабуров. И в самом начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Должностные лица городской администрации не приняли мер по обеспечению, соблюдению требований безопасности и эксплуатации горки. Сотрудники администрации понесут наказание за халатность. В отношении неустановленных должностных лиц возбуждено уголовное дело. Будут выполнены тротуары. Благоустроят нас экономленные деньги. В бюджете города нашли свободные средства. На что же их потратят? Очень тяжело. Было очень холодно. Сильный ветер. Ну, вроде бы справилась. В Канске завершилось первенство Красноярского края по биатлону памяти Валерия Стольникова. Чем же порадовали наши спортсмены и насколько тяжело им далась победа? В отношении неустановленных должностных лиц администрации Каннска возбудили уголовное дело. Причиной этому стала горка на центральной площади города, из-за которой ребенок получил травму головы. Напомним, 17 января около 18 часов вечера пятилетняя девочка, находясь на развлекательном сооружении, упала в образовавшийся между ступенями лестницы проем. Подозреваемых в совершении преступления, а именно халатности, повлекшей нарушение прав и законных интересов граждан, сейчас устанавливают. По предварительной версии следствия, в декабре 2020 года индивидуальный предприниматель в соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного с администрацией города Каннска, выполнил работы по созданию и художественному оформлению зимней горки, находящейся в общем доступе и пользовании граждан. При этом должностные лица городской администрации не приняли мер по обеспечению соблюдения требований безопасности и эксплуатации горки и требований к ее техническому обслуживанию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, и лица из числа сотрудников администрации города Каннска, причастные к произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается. В Каннске благоустроят территорию между драмтеатром, домом спорта, текстильщик и гимназией номер один. В администрации Каннска удалось сэкономить средства при проведении торгов по программе «Комфортная городская среда». О том, какие будут проведены работы, расскажет Валерия Черных. Речь идет про вот эту территорию. Вот она, тропинка, она ведет от театра до первой гимназии. И здесь действительно нет ни хорошей дорожки, ни уличного освещения. А ведь каждый день, будь то раннее утро или поздний вечер, именно здесь проходят сотни школьников. До учебного заведения этот путь короче. Однако в то же время, как рассказывают местные жители, он и весьма опасный. Да давно пора, потому что детям запрещают руководство гимназии ходить по этой тропинке, в связи с тем, что неадекватные люди кругом имеются. Я так думаю, если там сделают нормальное освещение и нормальную тропинку, то это только плюс. Да это же прекрасно. Давно пора. У нас тут постоянные долгострои. Благоустройство «Темная аллея» требует давно. К счастью, теперь на ней установят не только уличные фонари и тротуары, но и проведут демонтаж котлована, который со временем превратился в стихийную свалку. Здесь за драматическим театром в советские времена планировали возвести бассейн, но стройка остановилась. О том, какие работы ждут территорию, более подробно рассказали в местной мэрии. Санитарная вырубка, наверное, назову ее так. Это именно очистка от сорняковых деревьев, которые там находятся, клены, различные поросли и так далее. То есть останутся сосны, березы, благородные деревья. Будут выполнены тротуары для людей. В администрации добавили, что забор, который периодически ломают вандалы, тоже будет демонтирован. Также в этом мини-парке по проекту будут установлены лавочки и урны. На благоустройство этой территории будет потрачено порядка 7 миллионов рублей. Валерия Черных, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Проверили автомобилистов на трезвость. В праздничные выходные дни дорожные полицейские провели рейд в Канске и Канском районе. В ходе мероприятия было выявлено три водителя в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, было пресечено более 300 аварийно-опасных нарушений правил ПДД. Восемь водителей сели за руль, несмотря на то, что были лишены права управления. 14 вообще не имели прав. На специализированную стоянку было отправлено 10 автомобилей. Сотрудники ГИБДД напоминают, что за нетрезвое вождение или отказ от медицинского свидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления на срок до двух лет. Мусоровозам во дворах Канска мешает снег. Из-за обилия осадков, выпавших на прошлой неделе, многотонные машины не могут нормально передвигаться по узким улочкам частного сектора. Подъезда к контейнерным площадкам нет, говорят водители. Анастасия Мосина пыталась выяснить, кто их должен расчистить. Мусоровозы к контейнерам в Канске вынуждены пробираться практически по сугробам. И зачастую такой экстрим для грузовиков оборачивается неприятностями. То застрянут, то вовсе не доедут до баков. Эти фото сделали водители в праздничные выходные. Пока народ отдыхал, они откапывались. Люди жалуются, что там не забираем бачки, там не забираем. А мы тоже не виноваты, потому что подъезды плохие. Дороги, видите, сами узкие. И вот буквально вчера стоит машина, и вот снесло с дороги, и чуть машину не задел. И потихонечку кое-как проехали. Чтобы не рисковать, приходится грузчикам тащить баки с отходами к обочине вручную. Подъезды замело снегом. Он мешает вывозить мусор, поэтому нередко приходится еще и вооружаться лопатой. Если улицы, по которым ходит пассажирский транспорт, коммунальщики чистят маломальские, то вот переулки частного сектора за всю зиму еще не убирали ни разу. Улица вообще, как бы сосед соседу перекидывает, по-русски говоря, лопатой. Плохо, конечно. Вы даже посмотрите, вот автобус идет даже, да, видите, вот колеи какие. Они собрать-то собрали, как бы собрать-собрали, а растолкали это все вот по обочинам. С последствиями снегопада не справляются ни коммунальщики, ни управляющие компании. Аналогичная ситуация практически по всему Каннском. Актуальна проблема не только для частного сектора. Во дворах многоквартирных домов тоже не проехать. Здесь конкретно с утра уже мусоровоз побывал, но об этом говорят не только пустые баки, но и вот эти вот борозды на дороге. Посмотрите, видно, что машина здесь буксовала. В местной мэрии говорят о проблеме, знают. Уже ведут работу с жилищниками. Что же касается частного сектора, обещают организовывать подъездные пути к контейнерным площадкам адресно, по заявкам от рекоператора. Но пока их не поступало. В случае поступления обращения будем реагировать. Если надо будет обчистить куда-то подъездные пути или места накопления такого, то будем чистить. На сегодняшний день обращения не поступало. Между тем, в частном секторе вывоз мусора под угрозой срыва. Снега выпало столько, что справиться с ним в короткий срок вряд ли получится. Анастасия Мосин, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5 канал. С начала эпидемии в Красноярском крае зарегистрировано 61 1915 лабораторно подтвержденных диагнозов. Темп прироста заболевших в регионе остается примерно на прежнем уровне 0,3%. По информации Роспотребнадзора, на 2 часа дня 24 февраля в Красноярском крае 172 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Взято под наблюдением за сутки 876 жителей края. Снято 671 человек. Всего под медицинским наблюдением находится 9430 контактных людей. Больше всего заболевших выявили в Красноярске. 43 человека. В Канске сегодня плюс 10 новых случаев ковида. Перед небольшой рекламой блок коротких новостей. Трагическое ДТП в Багучанском районе на 186-м километре трассы Канск-Кабан-Багучана микроавтобус Тойота столкнулся с легковым автомобилем Хонда. В результате аварии водитель Хонды скончался на месте, а 9 пассажиров микроавтобуса пострадали. Четверым из них потребовалась госпитализация. Прокуратура организовала проверку перевозчика, а также было возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Густой дым из вентиляции жители 6-го северо-западного микрорайона забили тревогу из-за того, что из новостройки сильным потоком шел дым. Как нам пояснили пожарные, виной всему оказалось загорание мусора в мусоропроводе. Банда черных лесорубов задержана в Красноярском крае. За три года ОПГ спилила деревьев на 35 миллионов рублей. В настоящее время полицейскими задокументировано 20 фактов незаконных рубок лесных насаждений. На членов ОПГ завели уголовные дела об организации преступного сообщества и незаконной рубки леса. Сразу после рекламы узнайте результаты краевого первенства по биатлону, которое проходило в Канске на этих выходных. Расскажем и о других достижениях наших спортсменов, а также прочую информацию. Не переключайтесь. Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропало! Сейчас нашим миром прервано! Требуется новый провайдер! Надежный интернет и легендарное телевидение от Орион Телеком для самых чрезвычайных ситуаций. Цветы приносят в нашу жизнь красоту, радость, даря нам хорошее настроение в любое время года. В дни праздников романтичные цветочные композиции, букеты и подарки подчеркивают торжественность момента. Магазин цветов «Магнолия» предлагает огромный ассортимент цветов на все случаи жизни. Розы, хризантемы, лилии, герберы – различные виды домашних растений. Также вы можете приобрести мягкие игрушки, воздушные шары и множество других аксессуаров. Ждем вас по адресам Московская, 41 Герцена, 7 Г. Часы работы с 8.00 до 22.00. Действует круглосуточная доставка. 27 и 28 февраля в городском Доме культуры выставка продажа меховых изделий. Шубы мутон и норка дубленки. Обменяй старую шубу на новую. Скидка пенсионерам, кредиты и рассрочка. Иногда приходится объездить весь город в поисках автозапчастей. Еще и цены в магазинах кусаются, но не беда, выход есть. Просто обращайтесь в службу подбора и доставки запчастей «Эмикс». Опытные специалисты со стажем работы более 10 лет грамотно смогут подобрать нужные детали по максимально низким срокам и ценам. Обращаясь в офис компании, вы сможете приобрести нужные вам детали в одном месте, экономя свое время, нервы и деньги. Наш адрес улица 40 лет Октября, 48, офис 40. Также принимаются заявки на подбор автозапчастей по телефону 8-923-313-2020. Мы хотим, чтобы рекламу хотели. Телефон рекламной службы 5 канала 2-17-61. Канск присоединился ко всероссийской акции «Защитим память героев». На мемориале Победы в Центральном сквере 23 февраля собрались представители власти и военнослужащие города. Они возложили цветы к памятнику воину-освободителю, чтобы почтить память тех, кто сражался за Отечество. Минута молчания. Символический ритуал поминовения и возложения венка. Все это прошло и на второй центральной площадке памяти, на мемориале «Землянка». Там жители также возложили цветы в память о миллионах павших во время Великой Отечественной войны. В Канске завершилось первенство Красноярского края по биатлону – турнир памяти Валерия Стольникова. В этом году на долю спортсменов выпала масса испытаний, которые повлияли и на их результаты в том числе. Подробности расскажу далее. Скованные холодом пальцы и сбитое дыхание. В день начала соревнований на Канск обрушилась страшная метель. Организаторам пришлось сократить биатлонистам дистанции. Однако это не слишком облегчило им прохождение этапов. Трассу сильно заметало, а ветер не давал сделать точный выстрел. Сильно заметало. Прям ветер сдувал. Палки все в сторону относило. Достаточно тяжело было сегодня. А результат как? Проезжал сегодня плохо. Очень сильная стрельба подвела. Приходил как раз в порывы ветра. А начались проблемы еще накануне. После нескольких дней обильных осадков за горные дороги сильно замело снегом. И не все спортсмены смогли приехать. По итогу в день старта на базе отдыха «Салют» собрались 80 участников. В Канск доехали делегации Зачинска, Дзержинска, Бородино, Красноярска и Назарова. К слову, на плечах наших спортсменов лежала большая ответственность. Ведь местная спортивная школа получила статус школы Олимпийского резерва. Важно было, несмотря ни на что, показать хороший результат. Очень тяжело. Бежалось. Было очень холодно. Сильный ветер. Ну, вроде бы справилась. С результатом довольны? Ну, могла быть первым. Ну, так тогда довольна. Два круга шла первая. А потом промахи подвели. Вот этот статус Олимпийского резерва никак не влиял? Думала не об этом в первую очередь? Нет. Ничего не думала. Только на результат был отцелен и все. Побывал на первенстве воспитанник заслуженного тренера России Валерия Стольникова. По распоряжению министра спорта Красноярского края здесь он отсматривал резерв в команду сборной региона. А также, как в целом развивается биатлон в городе. Биатлонный комплекс, наверное, требует какого-то реконструкции. Когда начинали здесь мероприятия и проводили Кубки России, и даже были гонки чемпионата России, сейчас здесь проводится в рамках первенства Красноярского края. Конечно, ждем перемен в качестве усовершенствования материально-технической базы города Канск. Канск заслужил это. И действительно, ведь ежегодно Канск становится площадкой, где юные биатлонисты оттачивают свои навыки и стремятся к лучшим результатам. Так, среди девушек в масс-старте серебряным призером стала Дарья Малышко. В группе юношей победитель Королев Александр. Серебряная медаль – Утюбаева Александра. Во второй день юноши вновь порадовали своими выступлениями. А среди девушек серебряным призером стала уже Наталья Малышко. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Завершился в Канске и другой турнир. Правда, не такой масштабный и менее серьезный. Хотя играли в него представители весьма серьезной профессии. В товарищеском матче по хоккею в валенках сошлись полицейские. Всего было шесть команд. Но помимо стражей порядка в них вошли представители спортивных и образовательных учреждений, студенты, а также активные пенсионеры Каннска и Каннского района. По итогам турнира победу одержала полицейская команда «Динамо». Второе место завоевала команда спортсменов «Колос» из села Красный Маяк. А третье у представителей образования нашего города команды «Просвещение». Вернулись с победами. Каннские каратисты взяли 14 медалей на товарищеской встрече, посвященной Дню Защитника Отечества. В турнире, который проходил в Красноярске, приняли участие более 200 человек. Наш город представляли 38 спортсменов. Золотые медали взяли Павел Ляш, Артем Ермолаев, Максим Максимов, Ярослав Мартынчук и Никита Шиманович. Кроме того, с первенства, которое проходило в Зеленогорске, Каннские боксеры Александр Жуковецкий, Александр Карпов и Егор Деньгин привезли три золотых медали. Тем временем в нашем городе прошел открытый турнир по борьбе с самбо, посвященный Дню Защитника Отечества. Всего соревновались 80 спортсменов. 54 из них были воспитанники спортивной школы Олимпийц, отделения самбо и дзюдо. В общекомандном зачете спортсмены спортивной школы Олимпийц заняли первое место и были награждены грамотой и кубком. Наступившая рабочая неделя будет короткой. После трехдневных выходных Каннцам, как и всем россиянам, придется трудиться всего три дня – с 24 по 26 февраля. Следующая же рабочая неделя будет полноценной – пять дней. Затем длинные выходные ожидают россиян в марте. Так, рабочую неделю сократит до четырех дней – 8 марта – Международный женский день. На этом у нас все. С вами был Денис Шабуров. Всего доброго. До свидания. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 2 05 20. Для пожарных отопительный сезон – горячая пора. С наступлением холодов количество базовых пожаров резко возрастает. В огне сгорает имущество и жилище граждан. И самое страшное – гибнут люди. Большинство трагедий можно избежать, если выполнять простые правила безопасности. Используйте электрообогреватели только заводского производства. Регулярно проверяйте состояние проводки и предохранители электросчетчика. Не включайте в одну розетку несколько бытовых приборов большой мощности. Исключите возможность попадания спичек в руки малышей. И никогда не курите в постели. Помните, безответственность обходится слишком дорого. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС. Сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или замене страховой и медицинской организации. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС, если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение. Поможет организовать консультации врачей-специалистов. Проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение. Проконтролирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи. Проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Смотри новости пятого канала в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Интересные гости, анонсы событий «Жизнь за кадром». Будь в курсе событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин